Hi everyone! Мы с вами начинаем один из самых интересных кусочков вообще в модуле в спотлайте в старших классах. Это literature. Хоть где-то у вас хоть как-то каким-то боком оригинальные тексты появляются. Здесь мы сейчас, Unit 1G, Spotlight 11, рассмотрим небольшую сказку от Оскара Уайлда. Да, он еще и сказки писал. Поехали! Оскар Уайлд wrote some fairy tales with morals, да еще и с моралью. Look at the title of the extract on the right along with the picture. Let's look. Devoted friend. Преданный друг. Ну и картинка. Чем-то напоминает вершки-корешки нашу народную сказку, да? Так. What could the moral be in this fairy tale? Какова может быть мораль в этой сказке? Read the biography and check. Просчитай биографию и проверь. Оскар Уайлд, 1854, 1900. Вот эти числа читаем как 1900. 1600-1500, когда воздва нуля, до 1900. Was born in Dublin, Ireland. He was a playwright, after piece, essay and short story writer, poet and novelist, known for his clever wit and charming personality. His popular works include the play The Importance of Being Earnest and An Ideal Husband, and his only novel, The Picture of Dorian Gray. Wilde also wrote fairy tales for adults, some of which included a moral. Among them is The Devoted Friend, 1888, a story about friendship and generosity, betrayal and hypocrisy. A linnet, a small songbird, and a water rat are two of the characters that tell the tale. Переведем. Оскар Уайлд был рожден в Дублине, в Ирландии. Он был автором пьес, эссеист, писатель эссе и коротких рассказов, short stories. Поэт и новеллист известен за его остроумие, clever wit, можно так сказать, очень умный вид, это такое вот остроумие, да, и очаровательную, charming, такую оборожительную личность. Его знаменитая работа включает в себя пьесы «Важность быть серьёзным» The Importance of Being Earnest, «Идеальный муж», по ним фильмы сняты британские, очень даже классные, такие comedies, немножечко, ну такой комедийный это пьеса. И его единственный роман, его единственный роман «Портрет Дарьяна Грея». Тоже, да, надеюсь, наслышаны, хотя бы название должны знать. Уайлд также писал сказки для взрослых, некоторые из которых включают в себя мораль. Среди них «Преданный друг», рассказ о дружбе и щедрости, предательстве и лицемерии. Коноплянка, маленькая птичка, певчая птичка, и водяная крыса – это два персонажа, которые, собственно, рассказывают эту историю. Что значит «Lean it Roma in Russian?»? I don't know, don't ask me. Не спрашивайте меня, что они хотели этим сказать. Это как бы расшифровка птички вот это имя. Почему она «Roma in Russian»? Вы знаете слово «Roma» на русском? Я не знаю. И Google не знает, кстати. Я пыталась найти, что же они хотели этим сказать. Ну вот, бывает. Итак, read the first paragraph of the extract. Прочитайте первый абзац этой кусочка. Do you think that Miller was really a devoted friend? Read to find out. Как вы думаете, Miller действительно был преданным другом? И прочитайте, чтобы это узнать. Ну давайте, наверное, всё подряд уже будем. Сейчас посмотрим, какие ещё задания. Russian national exam. Read the tags, complete the gaps. Нам надо ещё gaps вставить. Вот эти кусочки надо вставить в текст. One part is extra. Один будет лишний. Put the numbers marked in the corresponding parts of sentences into the table. А потом ещё и сюда. Соответственно, это тренировка под экзамен. Действительно, не только ЕГЭ. Это во многих экзаменах, даже не заграничных, а языковых. Вот. Там такая подобрать соответствие надо будет. Что нам спрашивают? And they should not be confused. Их не следует путать. And I'm sure I'm right. Я уверен, что я прав. He was extremely lonely. Он был чрезвычайно одинок. He hung his head down. Повесил голову. Was always showing generosity towards other. Был всегда таким, который показывал счетовость по отношению к другим. To hear you talk about friendship. Услышал, как ты говоришь о дружбе. To listen to all the wonderful things the Miller used to say. И послушать все эти восхитительные вещи, которые... Миллер этот... Нет, не Миллер. Это я уже... Миллер это... И фамилия есть Миллер. Но за Миллер уже не может быть фамилия. Мельник. Да. За. Вот. Это как с большой буквы, как персонаж. Мюллер. Почти как Мюллер. Да. В немецком тоже. Вот. Который когда-то говорил Мельник. Один из них. Да. Один бедный фермер. Другой, наверное, Мельник. Сейчас узнаем. Listen and read again. Made the words involved in the text to their meaning. Подбери слова. Выдели жир с шрифтом, который будет в тексте, к их значениям. У нас. Embarrassed. Смущенный. Continuous. Продолжает. Picking. Ну, либо срывать, либо подбирать что-то. Troubled. Обеспокоенный. Jealous. Завистливый. Ревнивый. Bright red. Ярко-красный. Better. Ruined. Sleepy. Back. Seriously. Morally good. С моральной точки зрения хороший. Dedicated. Посвященный. Преданный. Lure. Lures. Прячется. To lure. Где-то скрываться. И by installments. По частях платить. Помните, мы это разбирали в вордбуке. Все эти слова. Hypocrisy у нас было. By installments. Загляните туда. Посмотрите, чтобы вы знали, какие слова знакомы, не знакомы. И знали, куда посмотреть. И дописать, если надо, другие. Которые здесь будут для вас именно новые. Поехали. The devoted friend. Давайте послушаем и сразу будем переводить. Unit 1D. Literature. Exercise 4. Page 16. The devoted friend. Little Hunts had a great many friends. But the most devoted friend of all was Big Hugh the Miller. Indeed, so devoted was the rich Miller to Little Hunts that he would never go by his garden without leaning over the wall and plucking a large bunch of flowers or a handful of sweet herbs or filling his pockets with plums and cherries if it was the fruit season. Real friends should have everything in common, the Miller used to say. And Little Hunts nodded and smiled and felt very proud of having a friend with such noble ideas. Sometimes, indeed, the neighbours thought it strange that the rich Miller never gave Little Hunts anything in return, though he had a hundred sacks of flour stored away in his mill and six cows and a large flock of woolly sheep. But Hunts never troubled his head about these things. And nothing gave him greater pleasure than to listen to all the wonderful things the Miller used to say about the unselfishness of true friendship. So, Little Hunts worked away in his garden. During the spring, the summer and the autumn, he was very happy. But when the winter came, and he had no fruit or flowers to bring to the market, he suffered a good deal from cold and hunger, and often had to go to bed without any supper but a few dried pears or some hard nuts. Собственно, разберём. Итак, преданный друг. Little Hunts, маленький Hunts, имел great many, очень много друзей, но наиболее преданным другом из всех был большой Фью Мельник. В самом деле, таким он был преданным, этот богатый Мельник, к маленькому Хансу, что он, бывало, никогда не проходил мимо его сада без того, чтобы склониться, lean over, через стену и сорвать огромный букет цветов или пригоршню сладкой травы, sweet herbs, сладких трав, вот эти приправ, или без того, чтобы наполнить его карманы сливами и вишнями, если это был сезон фруктов. Настоящие друзья должны иметь всё в общем, выражение have in common, да, Мельника, бывало, говорил. И маленький Ханс кивал и улыбался, и чувствовал себя очень гордым от того, что он имеет такого друга с такими благородными, но благородными идеями. Иногда, правда, соседи думали, что это немножко странно, что богатый Мельник никогда не даёт маленькому Хансу ничего взамен, хотя он имел сотни мешков муки, хранящейся на его мельнице, шесть коров, огромное стадо флок, шерстяных овец, в смысле шерстяных, ну, волы, те, которые, овцы, которые дают шерсть, да. Но Ханс никогда не беспокоился, trouble his heart дословно, никогда не забивал себе голову по поводу этих вещей, и ничего не давало ему больше удовольствия, чем слушать там речи своего друга о unselfishness, о неэгоистичности настоящей дружбы. Значит, сюда мы вставим, там было выражение, отсюда. To listen to all the wonderful things that Miller used to say. Да, вот это, по-моему, там было about the usefulness of true... Вот это вот, эй, саван. Да. Unselfishness of true friendship. Так что маленький Ханс работал в своем саду. Летом, во время весны, лета и осени он был очень счастлив, но когда зима приходила, у него не было фруктов или цветов, чтобы принести их на рынок, продать, да. Он страдал, очень даже гудил, здоровски страдал от холода и голода, и часто приходилось ему идти в постель, спать без какого-либо ужина, а всего лишь несколько сухих груш или каких-то твердых орешков. Ну, зимой ему было тяжело, он был фермером, да. Нечем было торговать. Идем дальше. Второй кусочек. Прослушаем. Итак, зимой, однако, also, также, был очень одинок вот эту фразу, оставляем. He was extremely lonely. He was extremely lonely. Extremely. Чрезвычайно lonely, так как Мельник никогда не приходил его навестить тогда. И как это Мельник себе объяснял? Нет ничего полезного в том, чтобы я пошел повидать маленького Ханса, пока, as long as, снег еще лежит. Дословно, last, это длится. Бывало, говорил Мельник своей жене, так как когда человеку в беде, его надо просто оставить одного, и не беспокоить, чтобы он не был побеспокоен никакими visitors, навестителями, да? По крайней мере, это моя идея о дружбе. И я уверен, что я прав. And I'm sure I'm right. Интересная идея, конечно. Well, so, таким образом, я подожду, пока придет весна, и тогда я навещу, дам ему и визит, навещу его, и он будет как раз в состоянии, он сможет отдать мне большую корзину примул, цветочки, примрозы, да? И это сделать его снова счастливым. То есть я окажу ему честь тем, что приду к нему, и он мне что-то подарит, тем самым я сделаю человека счастливым. Боже, как интересно, какая интересная философия. Дальше. You are certainly very thoughtful about others, answered the wife, as she sat in her comfortable armchair by the big pinewood fire. Very thoughtful indeed. It is quite a treat to hear you talk about friendship. I am sure the clergyman himself could not say such beautiful things as you do, though he does live in a three-storied house and wears a gold ring on his little finger. But could we not ask little hands up here, said the miller's youngest son. If poor Hans is in trouble, I will give him half my porridge and show him my white rabbits. What a silly boy you are, cried the miller. I really don't know what is the use of sending you to school. You seem not to learn anything. Why, if little Hans came up here and saw our warm fire and our good supper, he might get envious. And envy is a most terrible thing and would spoil anybody's nature. I certainly will not allow Hans' nature to be spoiled. I am his best friend and I will always watch over him and see that he has not led into any temptations. Besides, if Hans came here, he might ask me to let him have some flour on credit and that I could not do. Flour is one thing and friendship is another and they should not be confused. Why, the words are spelled differently and mean quite different things. Everybody can see that. Очень интересно. Продолжаем разбор. Ты определенно очень продуманный, очень заботливый, тот, который думает о других, о других людях, ответила его жена, когда она сидела в своем удобном кресле у большого огня соснового Pinewood. Костёр, огонь разложен на сосновых дровах, в общем, у камина. Она сидела у тёплого камина. Very thoughtful indeed. Действительно очень заботливый, думающий. It's quite a treat. Это довольно-таки... Это настоящее treat, как угощение слушать тебя, как ты рассуждаешь о дружбе. Где-то наше выражение это. To hear you... One second. To hear you talk about friendship. Вот она. Шестое – это уже D. D – 6. C у нас было. And I'm sure I'm right. And I'm sure I'm right. 2. B – he was extremely lonely. 3. То есть это так настоящая честь. Это как бы услада для ух моих, для ушей, слышать, как ты рассуждаешь, talking about friendship. I'm sure that clergy... Я уверена, что даже сам clergyman – это представитель церкви, то есть пастор в их местной церкви. Не мог бы сказать таких прекрасных речей, которые ты говоришь. Хотя он действительно, он живет в большом трехэтажном доме и носит золотое кольцо на его маленьком пальце. Little finger – это либо указатель, либо мизинца, имеется в виду. Не, не указательный, а, наверное, безымянный. Так как little маленький, то, значит, это самый маленький мизинец. It's on his little finger. Указательный – это, по-моему, ring finger, то есть палец с кольцом. Так, надо повторить все пальцы. Но не могли бы мы попросить маленького Ханса прийти к нам, – сказал младший сын Мельника. Если бедный Ханс такой в беде, я дам ему половину моей каши и покажу ему моих белых кроликов. То есть мальчик явно не в родителей пошел. Какой глупый мальчик ты, – воскликнул Мельник. Я правда не знаю, какая польза посылать тебя в школу. Ты, кажется, ничему не учишься. Ну смотри, why? Здесь это не почему вопрос, а как водное слово. Если маленький Ханс придет сюда, увидит наш теплый огонь, наш хороший ужин, он, возможно, станет завистливым. А зависть, Энви, – наиболее ужасная вещь и испортила бы кого угодно природу человека. Я определенно не могу позволить, не позволю природе Ханса быть испорчена. Я его лучший друг, и я всегда над ним должен наблюдать, надзирать, следить за ним. И смотреть, чтобы он не был возведен ни в какое искушение. Leading to temptation – вести в искушение. Кроме того, если Ханс сюда придет, он, возможно, попросит меня позволить ему иметь немножечко муки в кредит. Дать ему муки в кредит. А это я не могу сделать. Мука – это одно, а friendship – совершенно другое, и они не должны быть confused, и их нельзя смешивать с этого разных слова и понятия. Ага, and they should not be confused. Так. Какой мудрый мельник. Он еще семантику изучал, наверное. Окей. Why? The words are spelled differently. Ну, смотри, как бы слова, эти слова произносятся по-разному и означают довольно разные вещи. Все это видят, все это понимают. Everybody can see that. Дальше. 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 And he looked sternly across the table at his little son, who felt so ashamed of himself, that he hung his head down and grew quite scarlet and began to cry into his teeth. However, he was so young that you must excuse him. Is that the end of the story? Asked the water rat. Certainly not. Answered the linnet. That is the beginning. Угу. Вот. И последний кусочек. Как хорошо ты говоришь, сказала жена мельника, наливая себе огромный стакан теплого пива. Действительно, я чувствую довольно-таки сонливость, сонная себя, драузи. Много людей ведут себя хорошо, действуют хорошо, ответил мельник, но очень мало людей говорят хорошо, что показывает, что разговор намного более важная вещь из этих двух. То есть между деланием и говорением. Говорение – это важно. И намного прекраснее, finer, изящнее, к тому же. И он посмотрел сурово, sternly, через стол на его маленького сына, который чувствовал себя so ashamed of. Заметьте, для тех, кто предыдущие видео смотрел, помните о Шеймлёв, да? Так престижно себя почувствовал, что он повесил свою голову и стал совершенно алым, пунцовым, ну, засмущался красным. И начал плакать прямо в чай. Однако он был слишком молод, и вы должны его за это извинить. «Это конец истории?» – спросила водяная крыса. «Конечно же нет», – ответила коноплянка. «Это только начало». Помните, что рассказ рассказывает, ведёт как бы эта коноплянка и Water Red, да? И они о людях сказки рассказывают друг другу. Итак, а там что у нас было? «Primrose» – маленький, бледно-жёлтый, весенний цветок. Но их там много разных, разных. Мы с вами в Word Book записывали, смотрели, да, с какими бывают «Primrose». Очень разные «Primrose» бывают. Вот. Смотрим, что нам осталось доразбирать. Слова мы вставили. Давайте сейчас быстренько ещё пробежимся по новым словам. Вот этот кусочек сделаем в следующем видео вместе с Word Book закреплением. Давайте сейчас по тексту пробежимся. Что можно сказать? Много интересных новых слов, литературных, красивых. Это мы сделали. «He hung his head down», последняя, вот четвёртая. Вот эту строчку вам не надо. Ага, подобрать надо. Поехали. «Embarrassed, continue speaking trouble». Сейчас немножко «rearranging» сделаем, «rearrange» небольшой. Так, для начала давайте ещё раз выделим «bold» и «bold» с другим цветом, потому что совсем они бледненькие. Итак, у нас «devoted», ну это «dedicated», да, «plucking» – срывающий, «noble» – благородный, «in return» – в ответ, в свою очередь, в обратно дословно, да. «Last» – длиться, долго лежит, сейчас про снег. «Bothered» – быть тревоженным, которого потревожили, беспокоить кого-то. Так, здесь выделены, плохо видно, «envious» – завистливый, «spoil» – портить, «temptation» – искушение, «on credit» – в кредит, «drowzey» – сонливый, «finer» – прекрасный, изящный, да, «sternly» – сурово, «ashamed» – престиженный, «scarlet» – пунцовый, алый, «scarlet flower» – алый цветовый, чакаленький цветочек. Итак, а вот теперь давайте восстановим эти. «Embursed» – continuous, «picking» – ну вот давайте, «picking» – это там, где, как же так лучше сделать, чтобы не дёргать экран. «Picking flowers» – вот сюда, «picking». «Devoted» – это «dedicated», «nobel» – и «in return». «Dedicated» – так, «nobel» – это «morally good» – вот это вот имеется в виду, «благородный», «moral» – «morally good» – то, что морально хорошо. «In return» – в ответ, «свою очередь». «Back» – а, вот имеется в виду, в обратно, вот это вот имеется в виду. «Amazing back» – дать ему что-то обратно. Хорошо, дальше вычеркнули. «Sleepy» – это у нас вот «drosy», которая сонная почувствовала себя после тёплого пива у камина. «Finer» – прекрасная вещь, это «batter thing». «Batter» – чтобы вы в контексте просто как раз читывали, понимали. «The better thing also», да? «Sternly» – сурово, посмотрел на него. «Ashamed is scarlet», «scarlet bright red». «Bright red» – есть. «Ashamed, embarrassed» – смущенный. «Embarrassed», «embarrassed», «embarrassed». «Embarrassed» – где буквы «r» – где буквы «s»? «Embarrassed». Так, «Scarlet» сказали, «Finer» сказали. «Sternly» посмотрел на него «seriously», да? «Очень серьёзно», «сурово». «Seriously» есть. «Buy installments» – это частями, помните, мы переводили с вами, это «on credit». «Buy installments». Взять на кредит, в кредит. «Buy installments». «Jalous» – это «envious». «Jalous» – если вдруг он станет «envious». «Jalousity», «Jalous». «Jalous» – как оно там пишется, господи? «Jal», «Jal» – да, французское слово «жалози». «Как жалюзи», «как ревность» одинаково пишется «jealous». Но окончание «ous» как стандартное прилагательное. Так, «spoil» – «испортить», «ruin» в этом смысле, разрушить, да? «Spoil» – это «ruin». «Temptations» – «искушение», то, что вас заманывает, «lurs». «Temptations» и «lurs» – литературные слова. И осталось «troubled» – «continuous». «Troubled» – это «bothered». «Bothered» – это «обеспокоенный». «Troubled» – и «continue» продолжается. «Continuous» – «last» – «snig». Хо! Вот так вот. Ну вот считается, что это ваша как бы активная лексика. На самом деле здесь её сильно больше, потому что вы можете какие-то слова вообще не знать, точнее не помнить. Они все уже были на самом деле. Из новых только те, которые мы в Wordbook сами выписывали. Они действительно у вас принципиально новые. По крайней мере, из тех, которые я помню, пока выбирала. Всё, значит, смотрите, ваша задача… С этого места мы пойдём дальше, на следующий кусочек. Ваша задача – начитать отлично текст. Наслушать, начитать. И, естественно, все слова вот эти вот доучить и дописать. Всё, пока-пока.